Друзья, приветствую всех на своем YouTube-канале. Как всегда, хочу поблагодарить всех за просмотры, лайки, подписки и комментарии. Спасибо, что вы со мной. Для меня это очень важно и очень приятно. И, как всегда, напоминаю вам про кнопку спонсорства внизу. Как видите, я у родителей. И хочу с вами поделиться покупкой родителей. Мама идет тихонько. Крадется. Хочу поделиться с вами покупкой родителей. Они наконец-то решили купить. Робот-пылесос. Сейчас вам покажу, что за он. Сделал с вами распаковку. Первое включение. Покажу вам, как всегда, что чего, как куда. Погнали. Итак, робот-пылесос называется Xiaomi Robot Vacuum S10T. Купили его в МТС. Не реклама. У них оказалось дешевле на, по-моему, 60 рублей по сравнению с электросилой и пятым элементом. Поэтому приобрели у них. Уже не первый раз покупаю у них товар. И очень доволен. Давайте смотреть, что у нас с вами по внутрянке. Я уже его немножко рассмотрел. Я подготовил мамин телефон, чтобы закачать все сюда. Это у нас с вами инструкция. На русском языке с вами ищем, есть или нет. То есть еще какая-то бумажка. Это что? Это гарантийное уведомление. Так, снимаю верхнюю коробку. Что у нас здесь? Давайте посмотрим. Думаю, ничего. Просто коробка. Ну, мы не с вами наносим тоже. Все посомотраем. Да, ничего нет. Так, убираем. Убираем. Так, что у нас с вами здесь? Давайте уберу коробку и вернусь на сам пылесос. Чик. Такой вот черный-причерный. Так, есть транспортировочные прокладочки. С вами помним про это уже. Хлястики. Рекламка. Все по-русски написано. Сейчас с вами все почитаем. Досмотрим только комплект. Дальше. Здесь у нас с вами идет тряпочка. Пылесос моющий. Так, тоже все написано по-русски. Что еще для чистки робота-пылесоса? Щеточка. Здесь у нас с вами будет кабель. Сейчас быстренько его вам покажу. Так, стараюсь делать все быстро, как мы с вами любим. Кабель. О, красивый черный свет. Так, защитные пленки тоже снимем. И зарядная станция. Кстати, очень компактная зарядная станция. Помните, мы с вами недавно делали распаковку. Этой же серии пылесосов был просто 10С. Она выглядела больше. Здесь все-таки вот две штучки. А там было пошире. И здесь еще полосочки. И чтобы не близко прилипало к стене, есть такая штучка. Тоже защитная пленочка. Давайте сейчас посмотрим на основные характеристики. Комплект все. Мы с вами все посмотрели. Давайте посмотрим теперь на основные характеристики пылесоса. Что у нас здесь? Специальная система, которая будет удалять намотавшиеся волосы. На щетку 8000 паскалей силовсасывания. Навигатор лазерный. И супер большая батарея на 5200 ампер часов. Что у нас еще за информация? По-русски тоже все написано. Сейчас сфокусируем. Что у нас еще здесь? В принципе, то, что мы с вами только что озвучили. С этой стороны просто нарисованы картинки. Ну и вот так выглядит пылесос. И сейчас с вами будем его уже рассматривать более детально. Включим зарядную станцию в розетку. Посмотрим, есть ли какие-то индикаторы. Нет. Друзья, индикаторов никаких нет. Просто включили в розетку. Все же защитные пленочки снял. Пока поставлю здесь. Но он будет стоять. Мамы, под столиком. Вот эти. Какое количество орхидея, мамы? Это не все. Там как раз есть место. Чик. И надо. Так, возвращаемся к пылесосу. Снимаем все защитные штучки, дырючки. Главное потом их собрать. Так, что у нас здесь? Ага, здесь у нас. Давайте почитаем, что написано. Так, может по-русски что мне переводить самому? Да, с этой стороны продукт работает с помощью приложения Mi Home. Уже маме его тоже скачал. Сейчас вам покажу. Приложение Mi Home. Вот так оно выглядит. Сделал маме учетную запись. Отсканируйте Qatco, чтобы начать установить приложение. Вы будете перенаправить на страницу настройки. Вы можете сами прочитать, чтобы я уже не перечитывал. Так, что у нас здесь? Удаление защитных пленок по бокам. Расстояние от стены до стены. И как должно быть подключено. Так, защитную пленку. Роботный пылесос. Нажмите кнопку, чтобы запустить или приостановить. Давайте снимем пленки. Извиняюсь за свою легкую, простую. Так, вот. О, какой красивый. Матовый, приматовый. Здесь, слушайте, наверное, тоже пленочка. Мне так кажется. Точно. Надо будет ее снять. Ага. Давайте мы вернем эту штучку. Сейчас сниму пленку и вернусь. Верхнюю снял. И снимаем боковую. АСМС. Далее снимаем защитные фиксаторы по краям. Так, и давайте его перевернем. Прежде чем включим, покажу вам щетки. Вот этот механизм. Как раз то, что я вам говорил, что будет срезать волосы. Здесь все максимально просто достается. В принципе, как мы с вами любим. Так, сейчас разберусь. О, да. Все шикардосик. И ставим на место. Тоже все легко и просто. Защелкивается. В принципе, мы с вами это видели уже. Ни в одной модельке. Пылесосов Xiaomi, наверное, не поставил я. Нет, поставил. Все хорошо. Сейчас мы сделаем вот так. Чик. Да, все. Чик-пук. Уже щеточка на месте. Переворачиваем. И давайте посмотрим. Так. Как тут у нас это все? Интересно. Как это все достается? Ага. Поняли, как тут все? Еще есть кнопка для того, чтобы можно было это все дело разобрать. Слушайте, ну и прикольно, да? Не сверху все достается, как в моем и в пылесосе, коллеги, друга, который мы покупали с вами и тестировали. Здесь еще есть защитная пленочка, чтобы окошко было закрыто и пыль не высыпалось, когда вы переворачиваете контейнер. Собираем все это дело назад. Так, наверное, не той стороной я это стал делать. Сейчас всяко отключусь, поставлю. Все поставил. Читаем, что здесь написано, на какой мове промитки на украинской инструкции по очистке пылесборника. Рекомендовано тщательно, сразу вам перевожу, очистить отсек для пыли не меньше раза в неделю перед использованием отсек для пыли и фильтра необходимо полностью высушить, не меньше, чем на протяжении 24 часов. Не мочить фильтр в воде, очистить фильтр столько раз, несколько раз полоснуть его в... или гонько постучать по краю, чтобы удалить пыль и мусор. Ставим все с вами на место. Чик, ну, слушайте, ну, прикольно. Так, и водный фильтр ставится у нас вот сзади. Сейчас покажу сразу. Так, водичка заливается через отверстие. Три пуля крепятся на такие липучки. Сразу губку смачиваем. И потом уже устанавливаем наш с вами резервуар. Так, давайте посмотрим, чтобы я с правильной стороны это сделал. Давайте переверну. Прислоним пылесосик к дивану. Чтобы вам было виднее так. И одеваем нашу три пулечку. Оп. До щелчка. И все по красоте. Как мы любим. Все, сейчас будем включать. Три пуля боковыми кнопочками с двух сторон. Нажимаем одну. У меня одна рука сейчас в деле. И потом вторую. Все шикарно снимается. Ставим пылесос. Загоняем его на зарядную станцию. Смотрим, где у нас с вами. Немного шерсти, но ладно. Так, загоняем на станцию. Смотрим. Так. И сейчас вам буду показывать, как все это дело подключить. Он сказал, что он заряжается. И давайте включим Wi-Fi. Держим две кнопочки одновременно. Стоп. Так. Давайте вернем его на место. Так. И заходим в приложение. Так. Добавить. Добавить устройство. Находим робот-пылесос. Так. Сейчас мы найдем наш робот-пылесос. Подождите. Как-то надо вот так вот подержать. Две. Да? Звука Wi-Fi. Wi-Fi has been reset and is awaiting a connection. Please open the shell. Home app to add the device. Вот. Теперь все правильно. Видите, маловато подержал. Загорелись оранжем. Значит, мы можем с вами найти устройство. Так. Робот-пылесос. Так. Робот-пылесос. Окей. Так. При использовании продолжить. Так. Вот тут все видно. Наверное, чуть-чуть не очень было видно. Но выполнили все. Просто добавляем по очереди. Сейчас я быстро введу пароль и вернусь. Подключается к устройству. Пожалуйста, подождите. Ждем. Показываем все в режиме реального времени, чтобы вы могли оценить скорость подключения к сети. Так, задать комнату. Пускай будет. Извиняюсь, опять же, за свой насморк. Гостинная пускай будет называться. Далее. Зададим ему имя. Назовем ему пылесос. Просто. Вот. Далее. Так. Предоставить. Дадим. Ладно, это я потом себе сделаю, чтобы я тоже мог. Убирать у родителей. Подтверждаем все. Здесь читаем инструкции, нажимаем ОК. Смотрим, зарядка написана. И давайте сразу сделаем язык пылесоса русский. Так. История уборка, имя, автоматизация, обновление прошивки не требуется. Так, а где же у нас язык? Так, пылесос new. Обалдеть. Так. Настройка громкость. Громкость. Давайте сделаем 60 голосовые настройки. Так, русский использовать. Сейчас он быстренько скачается. Текущая. Проверяем, чтобы точно был русский. Так, калибровку сделаем попозже. Ну и давайте нажмите кнопку пуск для быстрого создания карты. Давайте сейчас я тогда уже сделаю запись самого телефона. Вставлю вам сюда, чтобы не удерживать вас. И нарисуем карту нашей квартиры. Погнали. Покажу вам вот создание карты. И заодно как пылесос передвигается. Пока что еще тупит из-за того, что не знает комнату. Но он совсем справится. Ждем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, карта создана. И он возвращается на базу. Только надо мне, наверное, поставить уже базу в то место, где он будет стоять. И попробуем с вами запустить уборку. Смотили с мамой первую уборку пробную. Обычная уборка сухая. Режим интенсив. Можете послушать, как он шумит. На ковер, кстати, забирается достаточно легко, хоть и ворс достаточно высокий. И сейчас покажу вам, как он преодолеет порог. Все хорошо. А дальше со звуком пошло что-то не так. Поэтому хочу вас поблагодарить за просмотр. Если вам понравилось это видео, поддержите меня, пожалуйста, лайком. Напишите комментарий. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Ведь это важно для меня и важно для развития моего канала. А пылесос бомбезный. Увидимся с вами в следующих видео. Всем до встречи и пока.